В Анапе второй раз с начала года затопило центральное кладбище. О ситуации местные жители рассказали в социальных сетях. В свою очередь в администрации курорта ответили на многие вопросы, которые интересовали анапчан. Тему продолжит Олеся Давыдова. Так почему в последнее время топит Анапу? Только за прошлый год на Анапу обрушилось более тысячи миллиметров осадков. Это в 2-3 раза больше средних показателей. В январе 2022 года уже выпала двухмесячная норма осадков. Все это спровоцировало паводки. Также ситуацию осложнила плотность застройки, которая сформировалась за последние годы. Еще один вопрос, который интересует жители курорта. Почему нельзя просто построить везде ливневки? Строительство общегородской ливневой системы канализации сегодня одна из первоочередных задач. Но это очень дорогостоящий проект, соизмеримый несколькими городскими бюджетами. Ни один муниципалитет его самостоятельно не потянет. Поэтому прорабатываются возможности выделения краевого и федерального финансирования. Но даже если удастся получить финансирование, важно помнить, что на проектирование и строительство уйдет несколько лет. Блогеры говорят, что власти ничего не делают, чтобы отвезти воду с территории. Напомним, с августа по поручению мэра в Анапе проводится масштабный комплекс противопаводковых мероприятий. До сих пор не снят режим ЧС. Витязево прочищен водоотводный канал, которому никто не прикасался 40 лет. А в Виноградном построен новый канал, в том числе путем проколов трасс. Еще один немаловажный вопрос. Почему не выкачивают воду из ореховой рощи? Так вот, как утверждают ответственные лица геолога, веческие изыскания почвы показали, что на глубине 5 метров находятся глинистые слои, которые препятствуют дренированию воды. Любые инженерные и строительные работы здесь запрещены, так как эта территория относится к особо охраняемой природной территории. Мероприятия по отводу из парка воды с прохождением всех необходимых экспертиз, в том числе экологических, будут предусмотрены при проектировании городской ливневой системы. А еще стоит отметить, что сложная паводкая ситуация сложилась не только в Анапе, а также во многих городах и районах Кубани. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.